Начнем с Blowout. Да, так называется прическа. Это экспериментальная прическа для парней лет 19. Тут важна красивая форма головы и густые волосы. 2-3 дюйма длины сверху, чуть короче по бокам. Не забываем про фен. В зависимости от типа волос, закрепляем либо муссом, либо кремом для укладки, глиной или пастой. Используя фен в сочетании со скелетной щеткой или расческой, уложите волосы вверх и назад. Чтобы завершить образ, причешитесь руками. Будет естественный вид. В этом видео я помогу вам подобрать идеальную прическу. Следующая прическа Цезарь. Подходит для мужчин с 47 лет. Он на пике своей карьеры, у него отличная жизнь. Вот только волосы редеют. Вероятно, у него проплешины на затылке. Здесь все понятно по названию, наверное. Цезарь выбрал ее из-за лысины на затылке. И раз она подходила для самых могущественных людей в мире 2000 лет назад, то подойдет и нам. На фоне других причесок она действительно простая. Пол дюйма по бокам, от дюйма до полутора сверху. И у вас будет хороший переход вниз. Теперь мы сделаем зачес вперед. Не обязательно идеально ровный. Даже будет лучше, если прическа будет несколько растрепанной. Здесь все просто. Вам даже не пригодится фен. Но вам понадобится немного средства для укладки. А для укладки будет достаточно щетки с зубцами среднего размера. Или расчески. Следующая прическа. Классический гладкий зачес назад. Это образ городского парня лет 30. Ему нравятся кожаные куртки. И он хочет одеваться практично. А такая прическа будет держаться целый день и хорошо выглядеть. Гладкий зачес. Популярная прическа, поскольку ее не нужно подправлять в салоне каждые пару недель. Вы можете пару месяцев не стричься и отпустить волосы примерно до 6 дюймов. Это удобная прическа. Вы можете отрастить волосы сбоку. Нужно лишь залезать их назад и самим выбрать приемлемую длину. Этот стиль подходит мужчине с пышной шевелюрой. Если вам нужно надежно фиксировать волосы, то попробуйте гели или пасты. А инструмент для укладки будет зависеть от стиля. Гребень или зубчатая расческа вроде этой придаст волосам более небрежный вид. А эта с мелкими зубьями сделает волосы более гладкими. То же правило работает и с щетками. Эта массажная расческа придаст волосам гладкий вид. Она подходит для тонких волос. А эта сгодится для густых волос и придаст прическе небрежный вид. Теперь поговорим о короткой стрижке. Я представляю парня лет 25. Он хочет стильную прическу, потому что он тренируется для триатлона. Он готов укладывать волосы, но при этом ему нужно что-то практичное. Он оставляет около 3 дюймов сверху, но с этих сторон укорачивает, и это отлично выглядит. Эта прическа подойдет разным возрастам. Если ваши волосы начинают редеть, опытный парикмахер все равно сможет помочь. Если вы оставляете волосы сверху немного длиннее, обязательно используйте крем для укладки или матовую глину. Что важно знать об этой прическе? Ее легко укладывать, но вам следует посещать парикмахера каждые две недели. Нужно следить, чтобы переходы оставались аккуратными. Если вы когда-нибудь брали средства для укладки, а в процессе понимали, что это был суперклей, то ставьте лайк. Как кто-то мог подумать, что это хорошая идея? Следующая прическа – классическая укладка на бок. Парень с этой прической поддающий надежды профессионал. Ему под 40, у него новая работа, и он хочет произвести хорошее впечатление. Волосы на бок почти век остаются стрижкой для профи. И очень хорошо, что каждый парикмахер, как правило, ее знает. Сверху остается примерно 3-5 дюймов. Сбоку берется немного короче, но не под машинку. При выборе укладки важны личные предпочтения. Здесь нет правильного ответа, это просто дело вкуса. Я готов согласиться с любой позицией. Некоторые парни спрашивают, стоит ли брить голову. И мой ответ, для большинства – нет. Если вы действительно не знаете, чего хотите, но вам нравится бритая голова, попробуйте. В зависимости от толщины и типа ваших волос, вам нужно будет выбрать средство. Если вы выберете что-то блестящее, например, гель, то вид у вас будет ослепительный. Если же что-то матовое, например, глину, то более повседневный. В любом случае, это профессиональная прическа. Выбор инструмента зависит от образа, к которому вы стремитесь. Я бы посоветовал вам пойти и купить нечто подобное. Они недорогие, и вы будете удивлены, что можете сделать с волосами с помощью разных инструментов. Для этой прически, в частности, вам не понадобится фен. К слову о горячем, давайте поговорим о классическом помпадуре. Парню с этой прической 24, он полон уверенности и знает, что мир принадлежит ему. Он вышел из корпуса морской пехоты два года назад. Он отрастил волосы по длине, вернулся к учебе, но знает, что станет художником, музыкантом или актером. Он хочет, чтобы люди замечали его прическу, и он не стесняется ее демонстрировать. Если вы еще не поняли намека, не позволяйте помпадуру носить вас. Вы должны быть достаточно уверены в себе. Мы наблюдаем такой стиль, например, Ника Джонаса, Элвиса Пресли, Бруно Марса. Итак, важны четыре вещи. Во-первых, у вас должны быть волосы нужной длины. Впереди 3-4 дюйма. На затылке волосы могут быть немного короче, но там у вас должно быть достаточное пространство для маневра. Вам нужны средства с хорошей фиксацией. Мы говорим о матовой глине, воске или пастах, которые фиксируют ваши волосы на месте. Следующие два инструмента. Это фен и некоторые инструменты, что обеспечивали бы объем, пока вы сушите волосы, чтобы поддерживать форму. Следующая прическа не столько стиль, сколько образ жизни. Побрить голову или облысеть. Вам 56 или 26, черт возьми. И вы теряете волосы. Когда вы смотрите в зеркало, вы видите, что у вас появилась большая лысина прямо спереди. Если вы зачесываете волосы сбоку, перестаньте. Это никогда не выглядит хорошо. Вам просто нужно смириться с тем, что ваши волосы исчезли. Пришло время их побрить. Я знаю, это серьезный шаг. Но как только вы сделаете выбор, вы обнаружите очень много преимуществ. Если вы крепко сложенный или крупный парень, этот стиль вам идеально подойдет. На вас будут обращать внимание, когда люди видят лысого мужчину, что они думают. Кто-то видит устрашающего парня, кто-то сильного. Они смотрят и гадают, сколько этот парень жмет от груди. Лысые мужчины считаются более сильными, чем мужчины с волосами. И если у вас нет волос, вам все равно нужно ухаживать за кожей. Убедитесь, что используете средство для умывания лица, а не для мытья рук, потому как оно слишком грубое. Оно может высушить кожу головы, вам это не нужно. Используйте мягкое средство. И когда вы бреетесь, не забывайте пользоваться бальзамом после бритья. Это поможет бороться с порезами и раздражениями. Нужно их обрабатывать, чтобы не было красных пятен. И после душа используйте увлажняющий крем, чтобы сохранить кожу на голове мягкой и красивой. Я знаю, что у вас есть свое мнение. Хочу услышать, согласны ли вы. Если у вас есть история, связанная с бритьем головы, то обязательно ее расскажите. Возможно, ваша девушка оценила вашу новую прическу. Буду рад услышать в комментариях вашей реальной истории. Следующая прическа, которую мы рассмотрим – Лига Плюща. Этому парню 40 лет, но выглядит он на 30, потому что он заботится о себе, посещает тренажерный зал, и у него в собственности есть недвижимость во Флориде или Чикаго. Он куда-то ездит, строит свой бизнес в сфере недвижимости и хочет выглядеть как успешный бизнесмен. И самое замечательное в этой прическе – ее вариативность. Вы можете добавить немного геля, носить эту прическу с костюмом или зачесаться назад. Или вы не можете использовать средства для фиксации и просто надеть пола, пару шорт и прогуляться по пляжу. В то же время, вы можете просто уложить волосы руками. Очень удобно. Что я пропустил? Баскат, ястреб, ирокез. Хочу слышать от вас в комментариях, какой у вас возраст и какая прическа. Угадал я или ошибся, напишите свое мнение. Какое видео посмотреть следующим, как насчет того, в котором я подробно объясняю, какой аромат подходит мужчинам в том или ином возрасте. Посмотрите видео и напишите, согласны вы или нет.